А в нашей студии уже есть гости. Я хочу представить сейчас вам Владислава Константинова, художественный руководитель Академического русского театра драмы имени Константинова. Итак, поговорим мы... Но это не имени меня. Да, это не имени меня. Совпадение. Говорим мы о фестивале национальных культур «Крымская театральная осень». Наш гость приехал к нам из города Евкарула. Да. Приехали на знаковое такое театральное событие. Расскажите о нем. Ну, театральное событие, фестиваль – это всегда событие. И всегда, как бы, приходит новый зритель на спектакли. И нас всегда интересует мнение этого зрителя. Потому что наш зритель нас любит, наш театр. Вот. И, естественно, он идет на какие-то компромиссы. Потому что любовь – это компромисс, прежде всего. А здесь новые зрители, и мы, как бы, проверяем всегда себя. Выдержим ли мы десятибальную систему? Ну, вот мы волнуемся. В смысле десятибальную систему? Десять баллов мы всегда ставим. Десять – это отлично. Но это никогда не бывает. Потому что есть свои казусы, когда идет спектакль. И зритель очень влияет порой на спектакль. И направляет или в положительную сторону, или он начинает постепенно осваивать тот материал, который он видит перед собой. Или очень острая, яркая форма, сценография, неожиданная игра актеров – все это сюрприз для зрителей. И, естественно, это накладывает отпечаток и на актеров. Потому что они привыкли, например, к аплодисменту. А в этом месте аплодисментов нет. А что дальше делать? Это же можно здесь ориентировать даже, да? Конечно, конечно, конечно. Но я люблю очень Крым. Я давно-давно очень был здесь. У вас город изменился. Он стал европейский. Понимаете? Много молодежи. Это очень хорошо. Потому что в то время составляли отдыхающие. Когда вы здесь были? Ой, сто лет назад. Много, да? Много. Ну, хорошо. Что удивило, когда вы приехали в первую очередь? И вообще, какое впечатление у вас сейчас от… Вы знаете, доброжелательность. Вы знаете, доброжелательность. И я еще раз повторяю, много молодежи. Притом у вас молодежь очень раскованная. Она играет в волейбол. Она играет в центре города, да? В центре города. Меня это очень удивило. И это очень здорово. Понимаете? И есть какая-то доброжелательность. Это очень важно. Когда приезжаешь в Европу, на тебя все смотрят с улыбкой. Вот здесь то же самое. Я вот почувствовал дух европейского города. И мне очень нравилась всегда ваша архитектура. Южного города архитектура, она самобытна и неожиданна. Такие небольшие дворцы. Ну, а потом рядом небольшой барак, да? Да, да, да. Но, тем не менее, мне нравится очень город. И мне нравится то, что фестиваль именно в Крыму проходит. У нас давнейшняя дружба с Шубом. Мы давно друг друга знаем. И, тем не менее, я очень рад, что приехал на ваш фестиваль. Выступление в каких городах запланировано? Нет, у нас только один. Только в одном, да? Только в одном городе. И как вы думаете, вот вы сказали, что, в принципе, люди изменились. Наверное, значит, и аудитория как-то поменялась. И, наверное, если больше видно молодежи, то и следует ориентироваться, прежде всего, на нее. Как-то учитывали это? Ну, подходы, Дима, говорят о том, что как найти подход к зрителю, когда зритель разного возрастного вообще? Вы знаете, ну, во-первых, у нас молодежный спектакль. Молодежный спектакль, и это очень важно. Почему? Потому что все-таки, если приходит молодой зритель... А сейчас, я так понимаю, зритель молодеет. Вот. И, естественно, у них свои пристрастия, и он живет совершенно в другом измерении. Потому что проблема поколения, она существует, неоднозначно существует. И здесь свои есть минусы и свои плюсы. Но, тем не менее, театр как бы вот примеряет эти возрасты, и театр находит какие-то общие человеческие резервы, которые дают возможность освоить этого зрителя. Я говорю, грубо освоить, потому что мы не говорим, например, по мэну, храму и так далее. И это чувствуется. И мне очень интересно посмотреть, что у вас за зритель. Ну, во всяком случае, улица пока выиграла. Ну, мы будем надеяться, что ряды в театре, они тоже не разочаруют вас. И вы услышите аплодисменты, и ваши артисты тоже. Расскажите, какие фишечки приготовили? Ну, во-первых, это великолепная сценография, которая движется в пространстве, которая все время трансформируется. Великолепные костюмы. Вот такой есть художник Голодницкий, очень известный. Мы с ним давно очень работаем, и много спектаклей сделали, и все они очень красивые, с интересными ходами. И молодежь сама, которая играет этот спектакль. Естественно, наполнена танцами экстравагантными, естественно, я бы назвал этот спектакль сейчас «Танго на закате». Закат ушедшего модерна, закат ушедшей эпохи. И вот на волне этого заката возникла новая формация. Помните, как у Волонта, который приехал в Москву посмотреть, а что это за новая религия? Где свои боги, где свои традиции и так далее, который ничем не отличается от его религии. Он говорит, да, квартирный вопрос только испортил. Как видите, проблема существует, квартирный вопрос, потому что сейчас не дети, сейчас наследники. Вы ощущаете тенденции времени, но вот себя, как художественный руководитель, чувствуете вы себя молодым? Вы знаете, часто говорят, в возрасте одно дело, допустим, вот как человек выглядит, а в душе он, допустим, другое. Может, там он и 18 лет чувствует себя уже совсем пожилым человеком. А вот вам, я чувствую, нужно всегда чувствовать себя на все 20. Да, да, все 20 это и во внешней форме выделить. Я же не пришел в запакованных костюм. Конечно. Я пришел в то, что у вас сейчас свой дух, у времени. И сейчас, и вы знаете, я вам скажу, вот некоторые старики ворчат о том, что вот молодежь. А я наоборот, многие беру моменты от молодежи. Почему? Потому что возраст, это не интеллектуальное включение. Возраст сам по себе, он дает возможность, право жить, как тебе хочется. Ну, естественно, в рамках определенных традиций. Норм. Норм там и так далее. Но приходит новое поколение, которое все это разрушает. И, вероятно, строит совершенно новые отношения. Это очень важно. Поэтому я, знаете, к молодежи очень отношусь. У нас много молодежи, очень с юмором отношусь. А потом мне интересно с ними жить. Как работать с молодыми, вот если полностью весь коллектив, это молодые девушки, парни, несложно? Потому что как раз-таки кровь-то бурлит, как ни крути. Да, кровь бурлит, да. Но тут, знаете, зависит от позиции художественного руководителя. Если есть литература и драматургия, которая позволяет выразить те проблемы, которые сейчас у молодежи, то это да. Я много лет назад поставил грушицу, пьесу «Любовь, джаз и черт». На это было аншлаг. Но это была запрещенная тема, потому что сидел джазмен на фоно, вот, контрабас. И, в общем, такая характери... Конечно, такое руководство, руководство, оно это как настороженно воспринимало. Ну, были аншлаги, приходила молодежь, хотя у нас работал мягкий состав, не тот жесткий состав. А что подразумеваете? Мягкий состав – это ударное фоно, джазовая интерпретация и контрабас. Все, больше ничего. Нам не дали возможности осуществить гитарный такой подход, потому что... А я уже не говорю о рок, потому что мой любимый, значит, композитор и певец «Боб, где он?». Вот. И мне бы хотелось это вставить, но нам просто не дали возможности. И мы пошли вот на такой компромисс. Но, тем не менее, я всегда смотрю, не то, что я молодежи отдаю, Даня, я всегда смотрю момент измерения сегодняшнего дня – это молодежь. Понимаете? Да, возраст хорошо, да, это опыт и так далее, но я думаю, молодой человек, он, наверное, острее чувствует те проблемы, которые существуют, и острее на них реагирует. Он еще не в компромиссах жизненных, семейных, там, т.д. и т.п. идеологически. Ну, может быть, поле для, скажем так, пространства для мышления просто больше, да? Конечно, конечно, я совершенно с вами согласен. И здесь мне кажется, что вот когда проходит спектакль, и когда я вижу единение определенное, и когда я слышу реакцию зрителей, и он понимает, о чем мы хотим сказать. Потому что за эффектами не скроешься, а вот те темы, те мысли, которые у Булгакова... Я вот, мне как-то повезло, это мой любимый драматург, я ставил «Багровый остров» в свое время, первую пьесу Булгакова, в которой он рассказал об элите, как современная элита пришла от, казалось бы, новой и ассимилировалась с идеологией, как она въехала в эту идеологию и начала ее пропагандировать. Второй это «Мастера Маргарита», которую я поставил в Костроме, вот, и третий спектакль вот этот, и... Но, вы знаете, есть одна беда, вот когда ставишь «Мастера Маргарита», режиссер преследует несчастье. Ну, я слышала такую версию, и мне кажется, что... Ну, я как-то прошел, может, мы подружились с этим товарищем? Ну, будем надеяться. Мы желаем вам успехов в вашей творчестве и благодарен за то, что вы пришли к нам в гости. У нас в гостях был Владислав Константинов, художественный руководитель Академического русского театра и драмы имени Константинова. Ну, а тем временем мы предлагаем вам перейти к следующему сюжету, в котором подробно расскажем вам, как вы можете еще порадовать своих близких, а точнее детей.